уважаемые зрители и подписчики канала пациентка сиопея меня зовут максим броневский я основатель канала пациентка сиопея и небольшая но очень важная напоминалка лично от меня если вы еще не подписались на наш канал то подпишитесь так же если вам понравилось это видео то не забудьте поставить лайк и оставить свой комментарий таким образом youtube будет продвигать наш канал также не забудьте поддерживать канал даром по сердцу так как это очень важное развитие канала все возможные способы для поддержки канала смотрите в описании и закрепленном комментарии под этим видео так здравствуйте уважаемые зрители нашего канала и канала и уважаемые зрители и подписчики канала натальи борисовой сегодня мы подняли хотим поднять интересную актуальную тему опять-таки ситуация это эзотерическая духовная которая связана с украиной и россией потому что идет какая-то экскалация и это было бы интересно обсудить и так у нас первый вопрос тогда наталья до вопрос такой сейчас по различным действиям увидим значит активацию новой фазы нет некой новой фазы противостояния между россией и украиной в россии объявлена мобилизация украина начала у нас контрнаступление причем довольно небезуспешно вот с позиции событийных рядов которые сложились на сегодня как вы видите это я вопрос к петерянцам естественно как будет разворачиваться дальнейшая ситуация у вас есть какие-то прогнозы приветствуем вас поле и мы хотим сказать что ситуация так то она будет на более глобальная чем вы рассматриваете это кто-то в точке сборки здесь это кто-то мы хотим это кто-то обратить ваше внимание что это кто-то то здесь задействованы это все практически страны практически все континенты что же происходит это происходит это alto оттуда по их то это тут а где-то так теперьные тех процессов которые вы могли бы предположить это то даже в своем и самым прагматичным анализе здесь только то то это будет всё накладываться одно на другое. Поэтому мы хотим сказать о своём участии в этом процессе. Мы в данный конкретный момент, наблюдатели, мы вступим в свои права. Если с 40-го года, то и здесь наша задача очистить пространственные коды вашего сознания, вашего матричного проживания. И постепенно будет заводиться новая матричная решётка, которая позволит более благостно вам проживать. Что имеется в виду? Если так, то невозможно перестроить матричную систему, не сломав прежнюю. Вот сейчас сатурнянская цивилизационная группа занимается подчисткой своих систем. Если так, то в том числе будут задействованы природные формы, финансовые активы, перестройка глобальная, будет происходить матричных систем проживания, будут меняться природные строения. Например, там, где были реки, рек не будет. Например, там, где была суша, она уйдёт под воду на процессы отдыха и очищения. Как мы уже сказали, мы вступим в свои права к 40-му году. И пока нам сложно прогнозировать, как поведёт себя сатурнянские формы, то по тому, как их задача сейчас собрать максимальный энергопотенциал и перетрансформировать пространство, которое осталось после них. Так я правильно понимаю, что энергетические цивилизации Сатурна сейчас максимально разрушают все вот эти процессы, чтобы потом к созиданию вывести? Само так, мы поясним, почему это происходит. Чтобы вы смотрели не в конкретную точку, а более масштабно и более глобально. Тогда вам будет понятно всё, что происходит. Вы можете обратить внимание, что на вашей планете есть некие воронки. И эти воронки, как очаги, будут вспыхивать в перестройке матричных систем. Например, будут возникать множество региональных конфликтов, мелкие такие воронки будут закручиваться и втягивать информационно в первую очередь. Если так, это будут втягивать информационно в первую очередь, как это было с ковидом, это будут втягивать в эту систему больше, больше, больше сознания людей. Поэтому, это 19-го, это 0-9-го, это было нами, это запущено, это перекодировка, это система, это массово бессознательного, это 21-го числа 0-9-го, это месяц, по-вашему, летоисчислений. Если так, это была заведена новая система коллективного бессознательного, она будет встраиваться в ваши системы сознания на протяжении двух лет, по-вашему, временному параметру. Понятно. А я правильно понимаю, что те, кто не подвержен, скажем так, этим турбулентностям, вот этим деструктивного плана, разным процессам, не вовлекаются в них те событийные ряды юпитерианских цивилизаций включаются. Да, это, самое так, давай посмотрим еще поглубже, это масштабнее, это, вот, вы должны понимать, что там, где происходит сжатие, одновременно происходит расширение. Вся система мироустройства устроена таким образом, что все сжимается и разжимается одновременно. Если вы рассчитываете, это как плохой знак, то вы должны понимать, что здесь же есть позитивная форма. Если, на самом деле, в первую очередь будут происходить катаклизмы, боевые действия, какие-то военные столкновения, или масштабные, впереди у вас будут протестные системы, выведенные в поля, как несогласие, начнется все с Европы, потому как их достаточно стабильная матричная сетка 3D-формата, должна быть выведена, максимально очищена. И жители, которые проживают на территории Европы, должны начать менять свое сознание. Процессы идут уже, но вы можете это видеть по разным протестным состояниям. Но впереди будет несколько революционных таких моментов для того, чтобы максимально люди перестроили свое сознание. Просыпаться будут, к сожалению, по нашим параметрам прогресса, развития, вы сильно отстаете по работе со своим сознанием. Поэтому цивилизации Сатурна не успевают убирать свои матричные системы. Поэтому одновременно мы простраиваем новые параметры сознания. Ну, например, давайте разберем примеры. Когда вы проживаете в своем прежнем мировосприятии, то вы исходите своим мышлением из очень многих сеток сознания. Например, государство на территориальные объекты, наложенные определенные Сатурном, были определенные сетки сознания. Например, давайте возьмем какую-нибудь российскую систему. Для примера, это мученичество, терпение, при этом одновременно быстрое духовное развитие. Разве это не так? Это вы претерпеваете, вы мучаетесь. Это не значит, что вы мучаетесь физически. Это значит, что вы думаете так. Это сознание, это сетка сознания. Фактически, это коллективная система, которая наслаивается. Мы еще хотим сказать, что в августе месяце перекодировалась система матричного сознания. Вы могли заметить, что очень много разговоров между вами в пространстве было о том, что это мое, твое. Вот эта система, это собственничество, это тоже матричная система коллективного, бессознательного. Если это мое, твое, вы делите земли, вы делите ресурсы, это на самом деле вы должны понимать, что все это вам дано во временное пользование. Является ли это? Правда? И к этому мы будем приходить постепенно, да? Да. Вот в августе месяце, это снималось, это решетка твое-мое, это твое-мое, это собственничество. Это сейчас, это снималось, это в сентябре программные модули, это коллективного, бессознательного мученичества, где вы идете, например, в систему, пространство и говорите, это моя страна бедная, это мало ресурсов, мы такие бедные, это тоже заводилось системами Сатурна в прежние годы для того, чтобы вы не чувствовали себя богатыми и для того, чтобы Сатурн здесь преследовал определенные задачи проработки вашего сознания. И сам так это заметьте, что последние несколько лет очень много говорится через разных проводников, через разные учения о том, что вы должны начать себя чувствовать богатыми. Это мы плавно подводим к тому, что коллективная сетка бессознательного в этом смысле будет тоже заменена. Я живу в достатке, у меня всего в изобилии. И это разница между Сатурном и Юпитером. И тут небольшой вопросик к представителям Юпитера. Оттуда же получается ментальная установка, если человеку удается мыслить в том ключе, что что бы ни происходило, у меня всегда будет финансы и все будет хорошо. Это как раз от вас. Конечно, здесь в первую очередь коллективно и бессознательно. Вы же делитесь с друзьями, с родственниками своими мироощущениями, ваши разговоры. Заметьте, сейчас в основе своей претерпевают глобальные изменения. Вы как будто бы не вовлекаетесь в эту систему. Здесь еще, заметьте, как будто бы борьба идет сеток сознания. С одной стороны, включается система страха, тревожности. Это старая сетка коллективного бессознательного, потому как если вспоминаем великую отечественную войну вашу, когда любую войну возьмите, страх за жизнь, нестабильность, тревожность, мы все умрем, мы все будем голодать и так далее. Вот эту сетку держат сатурнянские, да? Да, эту сетку держат сатурнянские. Точнее, они ее даже не держат, они ее поддерживают, так скажем. Но они ее же установили, стабилизировали. Да, сантак это у вас каждые тысячу лет происходит смена сетки сознания. Вы можете это проследить по историческим вашим фактам, и через каждые тысячу лет происходит смена матричной решетки. Это не так быстро, как бы вам это хотелось, но каждый тысячу лет происходит глобальные катастрофы, глобальные катаклизмы, при которых земля начинает как будто бы ворочаться, просыпаться и говорить, нет, 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 это деструктив, это убираем, перекодируем. Вот здесь сейчас происходит то же самое. Процессы эти небыстрые, это переходные моменты, нет такой точки в этих процессах, где все случилось бы по щелчку. Это все, это медленно, это в пространстве перекодируется. Мы будем заводить еще новую сетку сознания в декабре, потому как в ноябре планирует, сатурнеанская цивилизация планирует обострение всех процессов, одновременно будут и катаклизмы, и локальные военные действия, и вирусная система запущена, и будет некоторые финансовые потрясения. Вы должны понимать, что все будет одновременно, вы не сможете устоять, потому как не на что будет упереться. Но что мы имеем в виду, что вы не можете устоять? Если вы вибрируете на старой сетке сознания коллективного, бессознательного, страх, бедность, а то мое, твое, а то собственничество, мученичество, то тогда вы будете участниками этого процесса. Если он так, это более активно, то здесь будет проходить процессы. Но если вы переходите на новую сетку сознания и утверждаете внутри себя, что что бы ни происходило, то я живу, как мне нравится, я живу в благости, я живу в любви, я строю новый мир. Если он так, то тогда, то мы это условно говорим, конечно, понятно, потому что у каждого будет своя система мировосприятия. То тогда, то вы, то вот эти вихри, то они будут вас проходить мимо. А вот когда мы говорили с вами не так давно, я тоже обычно часто пользуюсь им, состояние некого наблюдателя в качестве, как ты себя наблюдаешь, окружающую реальность, как абсолют, ты не ввергаешься в нее, вот эмоционально, это тоже полезно. У тебя тогда тоже нет негативных эмоций, ничего, ты не ввергаешься эмоционально. Как вы считаете? Ну, я тебе сейчас скажу, на самом деле, вот что я наблюдаю, как они мне подавали, очень будет полезно, я думаю, что сейчас они подают такую схему, наблюдатель, наблюдатель наблюдает за наблюдателем. Очень полезная штука, всем вот прям рекомендую. И несмотря на то, что происходит с вами, несмотря на то, что происходит вокруг, вот эта тема, она очень полезная. Что такое наблюдатель наблюдает за наблюдателем? Это такая форма проживания, при котором вы находитесь в центре своего внутреннего мира. Это я от себя сейчас, ну, из того опыта, который вот наблюдаю на протяжении двух месяцев, то, чему они сейчас учат. Это значит, что у вас внутри находится очень равновесное состояние принятия, в первую очередь принятия. Во-вторых… Не отторжение всех событий, да? Не отторжение, что бы ни происходило. Я тоже прохожу всякие истории, и каждый раз я себе говорю о том, что я принимаю всё так, как есть. Я не оцениваю. Я принимаю в свою бытийность эти события. Я принимаю всё так, как есть. Безоценочно. Это даёт очень большой ресурс энергетический. И когда я принимаю, когда я с этим не борюсь, я не протестую, я не ищу выход, я не нахожусь в состоянии тревожности, то я выхожу в состояние наблюдателя. И когда я выхожу в состояние наблюдателя, несмотря на то, что происходят какие-то события со мной, я остаюсь в состоянии наблюдателя. Я наблюдаю за собой, за своими реакциями, за своими мыслеформами. И ещё наблюдаю за тем, как это делает наблюдатель. Вот такая тема работает безотказно, и тогда очень быстро меняются событийные ряды на более качественные, на более благословенные. Но как только я включаюсь в процесс эмоциями, то тут начинается всякое дребедень. Ну да, это понятно. А вот у меня такой вопрос. Цивилизации энергетические, Сатурна, которые у нас работают, у них задача – это приоритетно собрать побольше деструктивных энергий, или это обучение в деструктивном плане, как более хитро строить схемы и так далее? Какие у них приоритетные задачи? Сантак, их задача сейчас – собрать, с одной стороны, максимальный энергопотенциал, потому как время заканчивается, если вы покидаете поле своей работы, представьте, вы работаете на какой-то работе, и вам говорят о том, что отдел переформатируется, вам нужно уйти. Что вы будете делать? Вы максимально соберете ресурсы, которые остались на прежней работе. Вы еще не ушли, но вы собираете максимум ресурс. Кто-то забирает своих клиентов, кто-то как-то еще проводит это время, кто-то максимально хочет заработать до конца своего времени отсюда, когда ему нужно будет покинуть. Сантак, здесь происходит то же самое. Но их задача еще – почистить поля для того, чтобы Юпитеру, это в нашей системе, было легче прийти уже в чистое пространство. Но можно сказать, это как кто-то снимал квартиру, съезжает с квартиры, он должен оставить чистую квартиру. Тогда в чистую квартиру приходят уже новые жильцы, новые ведущие поля. Вот примерно так это и происходит. Мы хотим, чтобы вы смотрели на это шире, не рассматривали это с точки зрения, что кто-то что-то от вас забирает. Вы должны понимать, что все есть запланированные ходы. Если вы рождаетесь в период смены матрицы, то значит, ваша душа запланировала этот ход. Мы уже говорили об этом. И в этой системе координаты вам нужно собрать максимальный ресурс. Вы можете заметить, что редко, когда попадает такой опыт проживания, это большая удача для вашей души прожить опыт трансформации. Вы можете заметить, что первую половину жизни вы набирали отрицательные ходы. Ну так условно назовем это отрицательные ходы. Потому как в нашей системе восприятия, меры восприятия нет. Таких параметров плохой, хороший, позитивная или непозитивная. Все есть система развития, система цикличности. Вот сейчас происходит завершающий процесс цикла Сатурна. И далее одновременно вступает Юпитер. Как закладка новых параметров. Как семечка в землю закладывается. И идет наблюдение за тем, как оно прорастает. Мы еще раз хотим сказать, что в первую половину жизни вы проживаете под влиянием Сатурна. Редкий случай. Когда вы во второй половине своей жизни проживаете уже в более благостных ходах. Но здесь это ваша работа. Это ваша работа как трансформация. Это пространство делает свою работу. Мы делаем свою работу, потому как ничего не происходит без согласия системы Творца. Система Творения является заказчиком этого опыта. И вы как части системы Творения, как души, которые пришли сюда проживать этот опыт, можете здесь пребывать в разных состояниях. Кто-то ужас ужасный, кто-то все умерло, кто-то все рухнуло. Какая моя жизнь без всего этого. Но здесь тогда смотрим в программу, кто-то твое мое, кто-то я здесь и есть хозяин. На самом деле вы здесь все временные, кто-то сути, которые пришли здесь трансформироваться, кто-то познать новый опыт. И наша задача – это как можно мягче, смягчить ваш путь развития. Поэтому очень много сейчас говорится о работе сознания, о работе того процесса, что вы должны внутри себя почувствовать опору внутри себя, я есть свет небесный, я есть душа моя, основа опора ваш внутренний мир, а не все то, что происходит вокруг. Можно сказать, что вы сидите в декорациях фильма о каких-то глобальных переменах, фильм-катастрофа, например, фильм о войне, или еще кто-то каждый свой фильм выберет. Но кто-то будет сидеть и смотреть документальный фильм, а кто-то будет активно участвовать эмоциями в этом процессе. Вы должны понимать, что все события, которые происходят, это информационная система, которая сначала запускается информационно, а потом от количества участвующих в процессе, от наполнения эмоциями, чувствами, эта сетка может расширяться. Это как с вирусом. А у меня такой вопрос. Мы говорим про энергетические цивилизации Сатурна, которые основную роль играли. А что можно сказать, так как мы знаем, что есть драконьянские структуры, которые с тайными разными обществами сотрудничают, иллюминатов и так далее. Они чем занимаются в данное время? Как они на этой ситуации? Сам так идет сбор урожая сейчас, завершение процесса, последствия эти структуры будут переформатированы, менее значимые, потому как система политического строя будет глобально перекроена, не будет уже таких стран, как у вас сейчас на политической арене. Будут другие страны вперед, и начнут свою игру. Почему так? Потому как все должны быть уравновешены системой. САНДАК, это более того, какие-то катаклизмы закроют многие страны. Я не знаю, по-моему, уже давно об этом говорят, что Америку смоют, Индия частично уйдет вроде под воду. Ну вот смотрю, мне вопрос остался все-таки тогда не отвечен, так как у нас там связь сбилась. Вопрос такой, так как у нас сейчас работают энергетические цивилизации Сатурна, в нашей нынешней событийном ряду? Что делают структуры драконианские и другие, которые тоже работают с инструктивным энергогменом? Они как-то по-своему там что-то делают или что? САНДАК, это мы хотим сказать, что будет переформатирование, это все системы, и они будут отходить. Почему так? Потому что их влияние будет минимализировано. Это почему так? Потому как раньше ваши коллективные сетки сознания, о которых мы говорили, они работали на страхе, страх, накопительство, разные уровни программ, которые бесчисленное множество, невозможно сейчас все обогащение и так далее, это влияние, это собственничество, накопление и так далее. САНДАК, это сейчас, мы предполагаем, по нашим прогнозам, что к 40-му году это все население, это земли, это будет выстроено по другим алгоритмам, другие алгоритмы сознания, например. И САНДАК, это будет общность интересов, общность сознания, раскрытое сердце, тотальное принятие. И САНДАК, это будут образовываться союзы государства на других параметрах, не на имперских системах, а на системах развития, творения, процветания. Созидательных таких, да? Да, совсем другие параметры будут созидание, это совсем другие процессы творения. Что мы подразумеваем под творением, это создание более конструктивных общностей. Это коснется всего, это коснется и вашей экологии, это коснется вашей промышленности, это коснется ваших систем финансового обеспечения. Мы предполагаем, и вы уже можете замечать эти процессы, САНДАК, это что уходит от системы валют, потому как, если посмотреть глобально, то вы увидите, что те валюты, которые были искусственно завышены, они начинают падать в свои стоимости, в ценности, перестают иметь ценности, и они выходят на другой уровень. САНДАК, это сейчас, это рубль будет подниматься, это укрепляться, и впоследствии, когда будут достигнуты определенные договоренности, это два, это три года будет введена особая единая система взаиморасчетов, это электронная форма финансов, которая будет, это сведет фактически на нет, это все валюты, это основные в мире. Поэтому это ваши любимые вопросы о том, куда выложить деньги, что с ними делать. САНДАК, это не имеет никакого смысла, потому как мы говорим о том, что глобальные процессы будут совсем другими. Вы еще такой опыт не проживали, это будет совсем другой опыт. То есть финансовые грегоры будут меняться? Да, финансовые грегоры меняются, это будут религиозные грегоры. У меня тогда пока не забыл с этим вопросом к вам, к эпитерианцам, что это менять будут и грегоры, это те новые души, которые пришли на Землю, которые имеют... А так это новые души, это кто-то выйдет, это кто-то в обиход, это какие-то старые души будут, это кто-то... Ну, что значит старые? Души, которые... Просто сейчас приходят души очень созидательные, такие конструктивного плана, да? Они и будут работать с этим. Да, на них будет опираться, на них будет вестись опора, поэтому сейчас сознание, те, кто в развитии, могут заметить, что их кураторы все время говорят, будьте в любви, будьте в принятии, начните созидательные, из любви, не из страха, не из стяжательства, не из накопления, не из соревнований, не из эгоформы. И вы можете замечать, что многие контактеры сейчас, возвращаются на позиции 3D-поля, выйдя в 4D-поля, начинают возвращаться в 3D-поля, потому как не могут прожить программу духовного эго. Сандак, это что? Недопустимо, выражаясь вашими терминами, недопустимо в будущем конструктивном пространстве. Мы затрудняемся сейчас сравнить, что это будет в процессах, как это вам описать, потому как вы такой опыт еще не проживали, и вам он не очень понятен. Единые системы мироустройства, единые конструктивные, это будет переформатирование политических систем, будет переформатирование государственных систем, будут переформатированы объединения государств. Я примерно для зрителей аналог приведу, потому что я понимаю, о чем вы говорите, так как я получал информацию из других цивилизаций. Это вот как у нас, допустим, существуют стандарты, такие как парламентская республика, президентская республика. У нас есть на Земле свои стандарты, но оказывается, на других планетах есть такие системы, очень интересные, эффективные, аналогов которых нет на Земле. Наверное, они будут потихоньку появляться и здесь, это очень сложно для вашего понимания. Сейчас, если мы будем говорить, как будет выстроено это все, то не просто так говорят об общинности, то о интересах, то о отсутствии эгоформ, то отсутствии привязки в первую очередь к финансовым сферам, потому как, если у вас есть программа привязки к финансовым сферам, вы управляемые, вы зависимые, это в новом пространстве, эта программа не востребована. Поэтому сейчас... То есть все люди будут прорабатывать эти программы? Мы хотим сказать, что те, кто не сможет проработать, будут выведены из системы до 40-го года. Понятно. Когда я задавала вопрос, кстати говоря, почему будут выведены, проще же переделать. Они говорят о том, что очень сложно переформатировать сознание человека, сознание, которое на страхе. Потому что люди цепляются в этот страх и очень сложно переформатировать. Поэтому и выводят там системы обнуления, выводят системы через физическое тело, болезни разные. Ну, за что ты цепляешься, за то тебя и... Да, я понял. И тебя и воспитывают. Так, а что тогда получается, если мы идем к 40-ому году конструктиву, да, в общем-то? То получается, всем вот системы, которые, допустим, драконианские, вот эти тайные, иллюминатские, разные, которые пытаются удержать как-то власть, они будут нивелировать их влияние на землю, да, будут уменьшаться. У них... Дело в том, что... Ну, я понимаю, что ты спрашиваешь, я просто еще скажу из того, что я уже знаю, что политическая система и политические руководства, они будут переформатированы. То есть кто-то будет умирать, кто-то будет заболевать, он будет чистить сознание во время болезни, то есть он полежал в реанимации, ну, чистить сознание. Что-то там еще происходит. Но очень часто сейчас очень можно видеть такие ситуации, при которых люди после болезни, например, начинают осознавать жизнь другого. И очень много таких встречают. И люди начинают говорить, что я понял, что ценности вообще другие. И действительно, фактически, что сейчас происходит? Происходит смена ценностей. К сожалению... Нет, я просто поясню, Наталья. Не простой. Да. Тут просто у меня информация есть, что есть цивилизации как из вещественной материи, как и мы состоим из таких же тел, да, биологических, так и их собратья, скажем, из содружества энергетического плана, которые все-таки стремятся, они пытаются на Земле до сих пор тоталитарные режимы строить и устраивать. Такое же есть. У них, как я понимаю, все рушится, да? Мы уже говорили про сатурнянские формы управления и пытаются сейчас поделить то, что сейчас есть. Нужно понимать, что Юпитер работает подчистую, вычищается это все. Невозможно на старом построить новое. Это как старый дом. Кто-то раньше вас реставрировали дом, кто-то формат вставляли прежний, а внутри начинку новую. Так работает Юпитер. Не Юпитер, а Сатурн. Юпитер работает по-другому. Это сандак, нам проще все снести и вывести новые форматы душа, которые будут без этих программ. Это чем? Тратить энергобазы на перекодирование, переформатирование. Те люди, которые сейчас открываются в развитии своем, они будут некими проводниками, соединяющей базой между старым миром и новым. Я сам так говорю, впоследствии их сознание будет тоже еще больше перекодировано. Вы уже можете таких людей видеть. И дети, которые сейчас приходят, вы можете видеть, как им некомфортно в этой среде. Я сам так говорю, кстати, да, у меня сейчас экспедиция была в Беларуси. Я прям видела девочку, которая на площади музыка такая рок играл, и она говорит, мне прям больно. Я не могу слушать, мне прям больно. И она стоит и плачет. Что ты плачешь? Мне больно. То есть вот эта жесткая энергия, она нарушает энергосистему нового человека. И поэтому это все будет удаляться. получается, что сейчас слышно? Да. Угу. Да. Да, тогда сейчас посмотрим, что у меня там. будут новые политические объединения, будут новые территории, это будет очищение, глобальное очищение пространственных форм, это Наталья уже выводит новые места силы взамен тех, которые были у вас раньше. Например, это те, кто раньше ездил на Белуху, это пополнялся, это сейчас Белуха уже работает только для 3D-формата и для переходящих душ. Если для 4D-формата она не рабочая инструмента, то невозможно поехать на 4D-поле на Белуху и его, например, познать как новое поле. Это не работает. Она работает только на определенном сегменте. Сейчас мы выводим новые места силы, которые будут в совершенном форме чистой энергии. Это уже ну вот у меня было уже три экспедиции и мне выдавали именно новые места силы. Вот сейчас в Беларусь приехал тоже совсем новое место силы. И вот, например, я видела, что люди 3D-поля они его не понимают. А люди 4D-поля говорят, вот это тут мощь, вот это тут прям энергия. А, те не воспринимают эти чувства? Нет. Понял. А вот те, кто четверка, они разве энерготела более развитые? Энерготела, восприятие, первосприятие, чувствование пространства по-другому. А потому как... Ну вот получается 4-го поля это уже получается творцы, которые могут устраивать свои события на ряды. Которые взаимодействуют с пространством, да. 4D-поле это те, которые умеют уже работать с пространством через сознание. У меня был даже такой, вот уже не первую экспедицию случаи, когда происходит телепатическое настройка связи. Вот уже новый инструмент, мы уже активно его используем, телепатическую настройку связи. Например, приезжают контактеры, уже которые в 4D-полях, в которых нет программ старого сознания, они уже перекодированы. Но не люди перекодированы, сознание перекодировано, да. То есть люди работают с собой, меняют сознание, и у них уже новое сознание. Вот мы сейчас были в Аркаиме в августе, и очень интересно наблюдать, как работают цивилизации через нас, как работают пространства через нас. Аркаим, в общем-то, считается местом силы. Мы туда приехали, прям, ну, не место силы. Вообще, не место силы. И, ну, нам сказали, идите, значит, в поле подальше от Аркаима, мы, значит, пошли там в поле и начали там работать с пространством. Вот там работает пространство на 4D-энергию. И нам сказали провести практику. И нас сонастроили, нас было четверо, группа была 35 человек у нас, четверо проводников уже с 4D-полем, таким, стабильным. и нас сонастроили таким образом, что мне подавали информацию и одновременно четверым нам всем давали одну и ту же информацию. То есть, я еще не успеваю сказать, они уже ее получают. И они подключаются к процессу в определенных точках. Им кураторы говорят, вот здесь сейчас ты включаешься. И он продолжает, то есть, я говорю какое-то там, значит, что-то там говорю, что надо сделать, и в какой-то момент включается другой проводник. А информация идет одновременно всем. Это как будто бы ты слушаешь одну радиоволну. И мы так еще после экспедиции, наверное, неделю мы так еще были на связи. То есть, это вот уже инструменты 4D-поля, инструменты Юпитера, инструменты будущего уже работают. А у меня вот такой вопрос еще сейчас. Меня слышно, да? Да. Если мы говорим о энергетических цивилизациях Сатурна, которые задействованы в деструктивном энергообмене, то сколько еще цивилизаций с разных систем задействованы, они же не только с Сатурна, есть еще какие-то присутствуют в Земле. Это не совсем сатурнеанские условно называем так сатурнеанская группа, на самом деле очень много переходящих цивилизационных составов, которые еще не подписаны контракты на переход на работу с Юпитером, то они завершают свои процессы, в том числе и Сириус, Арион, например, Андромеда, переходящая база, она не работает ни на ту, ни на другую систему, она выполняет определенные свои функции, для сотруднианцев она выполняет определенные функции, можно сказать, что она это некое связующее звено такое, поэтому очень много контактеров открывается с Андромедой, с Андромедой, это последствия, после того, как она выполнит свои задачи, это невозможно здесь описать, это глобальность этого процесса, фактически Андромеда обучает, это большой учитель, это галактический, который обучает эту систему, с Андромедой, это обучает контактеров, обучает людей, подает информацию, с Андромедой, как блажа перейти, как блажа работать с собой, как блажа работать с пространством, как блажа работать с энергией, кому-то подаются через Андромеду какие-то биологические формы, например, как декодировать вирусные системы, как декодировать прививочные системы, ну да, было такое, в том числе как взаимодействовать с пространством, как очищать землю, как очищать воду, это те, которые будут взаимодействовать с Юпитером, цивилизационные составы, это большой англомерат очень, это мы хотим сказать, что в группе Юпитера это тысяча, это восемьсот, это семьдесят три, это по вашему числовому коду, это цивилизация присутствует в группе Юпитера. А группа Юпитера, это тоже разные приходящие есть и всякие, да? Да, это не все они находятся на Юпитере, это Содружество, это Галактическая Федерация, более того, есть взаимодействие с другими галактиками, при которых заинтересованные цивилизационные структуры будут приходить для того, чтобы пробовать свои программные коды. Что это значит? Например, появятся новые технологии, будет много по экологическому очищению планеты ваши будут подавать, поэтому говорить, какие конкретно цивилизации будут походить, это дело большого будущего, по-вашему временному летоисчислению. Но здесь мы хотим сказать, что для нас не существует временных параметров, и поэтому мы следим за процессами без переходов. А еще такой вопрос, если взять группу Юпитера и Сатурна, там работают только энергетические цивилизации, или есть человек, который имеет вещественную материю, который на космических кораблях летает и так далее? Сандарик, то есть переходные базы в виде как вы говорите гуманоидных систем, то впоследствии они выполнили свои задачи, то отойдут. Более того, мы скажем... То есть и в той группе есть гуманоидные, да? Сандарик, то в сатурнианской системе больше таких присутствует, потому как у них есть их задачи развития. Вы можете наблюдать, это мне дают подсказку о том, что вы можете наблюдать, как бывшие космодромы, сейчас там, где вы видите часто тарелочки, тоже переформатируются, ну как вы называете их, тарелочки. На самом деле это не летательные аппараты, это некие наблюдательные системы, которые собирают информационную базу, это снимают некий энергетический срез с пространства, это видят в основном те, которые присутствуют в голограммной форме, это вы видите в виде зрительных таких, как тарелки. Это очень часто вы можете видеть плазмоидные системы, которые связаны с полой и землей, они снимают определенные энергопоказатели, они следят за состоянием сферы, энергосистемы в ваших природных ресурсах, реках, соединяют это с полой землей, можно сказать, что это такие телеметрические зонды, если поможем. Да, такие зонды, которые собирают информацию о системах изменений на планете. А вот сейчас в момент вот этого перехода, это вообще, как вы считаете, именно гуманоидных вещественных цивилизаций, вещественной материи, как мы на кораблях, много их присутствует на земле, большой интерес к земле. Они не присутствуют на земле, сейчас они не присутствуют на земле, они находятся в околоземном пространстве, потому как им интереснее больше задач, изучение влияния сеток, то вы должны понимать, что их не интересует события на вашей планете, их интересуют энергосгустки, которые образуются, и влияние сеток. То есть именно в момент изменений эти конопитические тоже интересуют? То есть, насколько я понимаю сейчас, что они наблюдают за сетками, то есть, если раньше они сидели на земле и наблюдали за какими-то процессами, то сейчас они находятся на околоземном пространстве и наблюдают за изменениями сеток. Почему так? Потому как их интересы тоже учтены в сетках сознания, то вы это знаете. Если так, например, то те цивилизации, которые отвечают за финансовые коды, то они в основном интересуют их сетки там, где финансовые центры, там, где идет финансовая энергия. Это цивилизации, которые отвечают за технологии, они расположены там, где есть научные центры, их сетки, дополнительные сетки. И это мало интересует, что происходит в ваших событий на предах, потому что это ваш собственный опыт, это ваша прописанная контрактная база, и они туда не вмешиваются. Они наблюдают за энергией подачи сеток сознания и наблюдают как меняются все структуры вашего изменения сознания, как вы в турбулентные времена выходите в какие-то процессы развития, открытия, как рождаются у вас сознания, системы творения, изобретения и так далее, и так далее. Какие выходы находите? Я не знала этого. Интересно. Понятно, но на Луне там какие-то базы есть, постоянно действующие, да, так я понимаю? Да, Юпитер не присутствует на системе вашего спутника, потому как нет в этом необходимости, мы работаем через определенные лучи, которые достаточно непросто вам сейчас описать. гуманоиды в основном сатурнянские группы. Так, это заканчивается их задача. Это как можно представить, что на ракете отправили космонавтов, они выполнили свои задачи, возвращаются обратно. Мы хотим еще раз сказать, что Сатурн это неплохо и нехорошо, это просто личности. Это собраны разные цивилизации с разным мышлением философии. Все устроено по цикличности, вы проходите периоды сжатия, периоды расширения, после периода сжатия всегда наступает период расширения. И так было всегда на вашей планете, если вы посмотрите внимательно исторические системы вы легко можете отследить. После гипербореи было сжатие, после Атлантиды было сжатие и так далее. Все цивилизационные системы на вашей планете устроены по этой цикличности. Определенный период идет расширение, расцвет новых технологий, системы творения, системы расширения. Но когда заканчивается этот период, уходит Юпитер приходит, Сатурн начинается период сжатия, происходят катаклизмы, войны, происходит очень много системы сжатия, рушицы экономики. Мы про это поддельно поговорим, это очень интересно. Тогда такой вопрос. Можно ли так сказать, что в группе Сатурна присутствуют как конструктивные, так и динструктивные цивилизации? Сатурна 50, 50. А Юпитериан это только конструктивные? Сатурна нет такого понятия, конструктивные или неконструктивные. Каждый выполняет свою задачу. Сатурна кто-то будет простраивать новое будущее, кто-то будет потом его трансформировать. И те, кто трансформирует, как их назвать, конструктивные или неконструктивные? Но есть и те, к примеру, кто занимается. 50 на 50, вы будете проходить разный опыт просто в другой матрице. У вас была матрица жесткая, с жесткими ячейками, при которых вы проживали в режиме сжатия. и у вас даже есть такие понятия надо экономить, не могу себе позволить, вот эта система Юпитера, не Юпитера, Сатурна, Юпитер, предлагает другую систему сознания, я действую в расширении, я могу все. То есть, да, разные функции, но есть те, кто, допустим, четко занимается собиранием низкочастотных энергий, допустим, это их земли. Ну, условно, да. Сандак, вы должны понимать, что часть людей, останется проживать в 3D-поле, но поскольку Юпитер будет управляющей, как управляющей цивилизацией, управляющей системой, то тогда кто-то должен выводить системы, наблюдать за системами 3D-поля в том числе, да, 3D-поле уже не будет таким, как сейчас. Сандак, это будет другое 3D-поле. Тем не менее, оно будет присутствовать в вашей системе, и будут некие цивилизации переходного момента, которые будут курировать эти сознания, более того, мы скажем, что 2D-поля не будет в вашем пространстве к 40-му году. Что такое 2D-поле? Это перемена, которые не развиваются. Национальные перемена, которые не развиваются. Выход из заплачения, я понимаю, да? Да, через вот что-то заплачено. Хорошо, тогда вот такой вопрос. Вот военный конфликт между Россией и Украиной курирует группа Сатурна или Питера? Как здесь можно правильно сказать? Сантак это группа Сатурна куратора для чего это нужно? Они собирают таким образом поля чтобы переформатировать максимально благостно систему мироустройства. Сантак это мы хотим, чтобы вы познали глубже, шире Сантак смотрели на это глобальнее. Сантак это здесь ведь по вашему конфликте они участвуют практически весь мир. Благодаря этому конфликту запущены многие трансформационные процессы. Валюты в том числе политические мироустройства. Вы имеете ввиду позитивные позитивные получения? Как вы называете их негативными? На самом деле в долгосрочной перспективе Сантак это невозможно сказать. Они дадут росток новым, да? Сантак это как у вас пропалывание огорода. Это больно, это страшно, это бурьян, это колюси, это крапива, но это чищу, чищу, чищу. Это условно, это очень примитивно. Мы сейчас пытаемся вам объяснить. Сантак это важно переформатировать все системы, потому как это не так просто, у вас все здесь устроено, это все устроено по системе, ну, Сантак это все устроено по системе моё, это программа моё, это собственно, собственничество, пока эта программа будет существовать в ваших полях, вы будете испытывать дискомфортное сжатие. Сантак это когда вы переформатируете свои системы, мы не говорим сейчас конкретно про территориальные формы, мы говорим про общеколлективное сознание, потому как ваши правители, ваша система, все входят в коллективное бессознательное. и понятно, что когда мы заводим эту систему творения нового формата, вы не можете её рассчитать, потому что вы закрепляетесь в старой сетке сознания. Удерживаем старую сетку сознания, мы не отпускаем старую сетку сознания. Не выходят конструктивные поля, поэтому выводится жёсткий сценарий. А жёсткий сценарий выводится для того, чтобы снять как сказать ты не можешь клубок распутать. Ты его начинаешь резать или что-то начинаешь делать, разрывать. Получается, кто выходит в новые поля, в новую сетку, у них устраиваются конструктивные события ряды и они попадаются в такие. Уважаемые зрители и подписчики канала Пациент Кассиопея, меня зовут Максим Броневский, я основатель канала Пациент Кассиопея и небольшая, но очень важная напоминалка лично от меня. Если вы еще не подписались на наш канал, то подпишитесь. Также, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и оставить свой комментарий, таким образом YouTube будет продвигать наш канал. Также, не забудьте поддерживать канал даром по сердцу, так как это очень важное развитие канала. Все возможные способы для поддержки канала смотрите в описании и закрепленном комментарии под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok